Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Ожиданий было много. Оправдались они или нет, смотрим далее. Пьюра посвящена экстремальным гонкам на квадроциклах. В основном игра фантастическая, реальных аналогов эти соревнования не имеют. Но игровой процесс кажется вполне настоящим и вызывает бурю эмоций, заставляясь переживать вашему персонажу. Райверы в игре редко переживают первый круг. Одно неверное движение, и ваш персонаж катится кубарем по скалам. Но так легко от них отскакивает, весело дергая ножками-ручками, что ничего кроме досады за потерянные секунды вы не чувствуете. Одиноко на треке не бывает. Все старты начинаются в группе еще из 16 таких же, как вы спортсменов. После первого прыжка половина улетает, остальные разъезжаются по разным дорогам, и в итоге рядом с вами едут 2-3 соперника. Все большие треки условно имеют три пути прохождения. Выбор зависит от скорости. Чем выше последняя, тем более крутой маршрут вам рекомендован. Системные требования к игре следующие. Процессор на частоте 2,2 ГГц. 2 ГБ оперативной памяти. 5,5 ГБ на жестком диске и видеокарта с объемом памяти в 256 МБ. Игровой процесс предлагает поочередно пройти 10 турниров. Каждый турнир подразделяется еще на 4-5 этапов. Они бывают трех видов. Один проверяет ваше умение входить в крутые повороты на земле. Второй оценивает трюки в воздухе. А третий совмещает в себе и то, и другое. За геймплей Pure получает сегодня 4 балла. Графическое исполнение выполнено на отлично. Во время полета включаются эффекты встречного ветра, по которым можно понять, когда полет становится падением. Немалую роль в этом, конечно, играет и звук. Графика 5 баллов. Весь игровой процесс сопровождается энергичными композициями в стиле рок-н-ролл. В момент прыжка музыка резко замолкает, и только свист ветра окружает вас. За звук твердая пятерка. Разнообразная, красивые аркады под заслуженные хиты. Затягивает плотно и надолго. Проектирование машин вам дается полная свобода. По мере прохождения турнира открываются новые апгрейды. Таким образом, внешний вид квадроцикла постоянно меняется, и ходовые качества постепенно улучшаются. И общая оценка игры 5 баллов. Красивая, энергичная игра дает возможность погонять на квадроцикле по лесным тропам и полетать над каньонами, заворачивая фантастические трюки. Современная графика, яркие краски и забойное музыкальное сопровождение заставляют задерживать дыхание во время очередного трюка. Продукт превзошел даже самые смелые ожидания. А теперь настало время для наших ответов на ваши вопросы по игре Pure. Вопрос. У меня не получается делать длинные комбинации. Помогите мне. Помогаем. На подъеме зажмите клавиши наклона вперед, а в самом конце резко откиньтесь назад. Квадроцикл взлетит выше, и у райдера будет больше времени на трюке. Также есть функция Boost. Если нажать соответствующую ей кнопку перед взлетом, персонаж начнет энергичнее перебирать трюки и сможет исполнить специальный трюк. Вопрос. На этапах с ограничением времени я всегда прихожу последним, хотя вроде еду первым. Почему так происходит? Отвечаем. Ваш результат на этих этапах зависит не от скорости езды, а от количества и качества трюков. За каждый удачный трюк начисляются баллы. Кто наберет их больше, тот и выиграл. Вопрос. В роликах гонщики плавно переходят из трюка в трюк, а в игре получается только по очереди. Что делать? Отвечаем. Попробуйте перед прыжком зажать Boost и выбирать сразу несколько направлений трюка. Дело все в том, что большинство показанных сцен — это специальные трюки. На начальных этапах игры исполнять их не позволяет рельеф. Следующая игра расскажет нам о новых и невероятных приключениях разведгруппы «Упырь». Название этой интерактивной истории «Санитары подземелий 2» в поисках «Черного квадрата». В сиквеле поменялся главный герой. На смену кабану приходит сержант Хартман, дипломированный специалист по рукопашному бою и применению холодного и имперского оружия, отличник боевой и политической подготовки. Именно в его шкуре, да-да, именно в шкуре, а не просто за него, вам придется разгребать все происходящее. Детям игра строго не рекомендуется. Блатной жаргон в игре через каждое слово. Из личного дела сержанта Хартмана. Возраст 38 лет, рост 190 сантиметров, вес 100 килограммов. Особые приметы. На правой щеке шрам от ножа. Назначен командиром разведывательно-диверсионной группы «Упырь». Во время высадки на планету тюремного типа «Матросская тишина» в рамках проведения спецоперации члены группы подверглись вероломному нападению. Четверо курсантов, взятых в плен, впоследствии были эвакуированы в результате блестяще проведенной спасательной операции. Сержант Хартман, о местонахождении которого до сих пор ничего не известно, считается пропавшим без вести. Игра поступила в продажу 19 сентября 2008 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 512 МБ видео, а также 3,5 ГБ на жестком диске. После выхода первой части разработчики проводили опрос аудитории и тщательно изучали высказывания игроков на форумах. В итоге улучшена боевая система, она стала динамичнее и естественнее. А также фактически полностью переписан искусственный интеллект. Игрокам нравилась атмосфера планеты тюрьмы, сложные многовариантные диалоги, оригинальный сюжет и колоритные персонажи. Эти составляющие разработчики постарались сделать не хуже, а местами и лучше оригинала. Кого-то нужно будет обыграть в карты, кого-то спаять алкоголем, а некоторых — пригреть на груди. Наша оценка геймплея — 5 баллов. Немного о внешнем виде игры. В сердце проекта по-прежнему движок магии крови. И этот движок вполне устраивает разработчиков. Разумеется, они его чуточку подлатали и добавили некоторые новые фишки. Полностью переработанная система роликов. Теперь в них будут участвовать полноценные высокополигональные модели персонажей. А наша оценка графического оформления — 3 балла. Про звуковое сопровождение хочется сказать следующее. Авторы сохранили уровень первой части и особо отмечают возросший уровень мастерства в написании похабных диалогов. Предлагаем вам небольшой фрагмент из игры, а наша оценка звукового сопровождения — 4 балла. Вместо заключения предлагаем вам цитату Всеволода Иванова, писателя-фантаста, активно участвовавшего в создании сценариев к обеим частям игры. Уровень взрослости, установленный в первой части, мы считаем правильным для игры про планету-тюрьму. Это не ботанический сад все-таки, и публика не особо трепетная. Чуть зазевался и дал слабину, сожрали вместе с тапками, хоронить нечего. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Приятно то, что в целом сложность игры немного подросла. Кроме того, во второй части полностью переписан искусственный интеллект, благодаря чему персонажи научились вести себя более естественно, адекватно определяя опасность. Во всяком случае, тактики в их действиях явно стало больше. А единственное замечание к общему качеству игры. Сюжет интересный, геймплей вполне приемлемый, модели персонажей в роликах стали более качественными. Но режиссура этих видео-вставок и неважная графика игры в целом портит впечатление. А если вас это не смущает и есть вопросы по игре, предлагаем вам наши ответы на них. Первый вопрос. Подскажите, можно ли выбраться из первой локации сразу с двумя заключенными — Дерсу и Фрицем? Отвечаем. К сожалению, нельзя. Вы сможете покинуть эту территорию либо в одиночку, либо с Дерсу. Следующий вопрос. А как крысятничать, чтобы не пресекли? Даже когда нет свидетелей, пустая комната, и я вскрываю ящик, а потом выхожу, через некоторое время появляется ролик, что Мал снова проиграл. Отвечаем. Во-первых, около портрета Хартмана есть иконка в виде глаза. Это режим стелс, который повышает скрытность. Однако у нас получалось обчищать карманы и сундуки без этого режима. Следующий вопрос. Взял квест на сбор шкурок тушканчиков у негра на рынке. Забил на квест и стал играть дальше. Потом решил пройти. Собрал шкуры, прихожу к нему, а его дом закрыт. Ключа нигде нет. Помогите закончить квест, а? Помогаем. Чтобы его закончить, нужно на время уволить своих напарников. Этот негр говорит тебе прийти одному, чтобы не палиться. Грустные планетенки, а ты обо мне... Смотрите далее. Седлерс 2. The Awakening of Cultures. Еще одна игра из бесконечного и очень интересного сериала The Settlers. Crysis Warhead. Более плотная, направленная версия одного из лучших шутеров прошлого года. Тут есть все, за что мы любили игру. Только на расстоянии вытянутой руки, а не где-то там, вдалеке. Смотрите далее. Crysis Warhead. Более плотная, направленная версия одного из лучших шутеров прошлого года. Тут есть всё, за что мы любили игру, только на расстоянии вытянутой руки, а не где-то там, вдалеке. Сэдлерс 2. The Awakening of Cultures. Ещё одна игра из бесконечного и очень интересного сериала The Settlers. Серия игр The Settlers вот уже второе десятилетие функционирует на одних и тех же идеях, сохраняя при этом почти что магическую притягательность. В разное время она была разрисована под суровое средневековье, пафосную постановку, идиотическо-карапузный стиль или жизнерадостные тона, как в случае с Rise of the Empire. Но главное при этом остаётся неизменным. Глубина экономической модели и неизменный шарм. Плюс ко всему, новый Settlers 2. The Awakening of Cultures. Невероятно красивая игра. В мире победившего Next Gen'а последняя серия The Settlers выглядит на удивление свежо и актуально. Дело в том, что немецкие экономические стратегии почти 15 лет назад придумала сама же Blue Byte, выпустив самую первую игру будущего сериала The Settlers Surf City. От всех прочих стратегий она отличалась тем, что 90% игрового времени было посвящено долгому и кропотливому развитию сложной игровой экономики, а оставшиеся 10% уходили на боевые действия. До боёв, впрочем, иногда не доходило. Ведь чтобы построить одного солдата, его надо было одеть и вооружить. Для производства оружия нужна была сталь, а сталь изготавливалась в кузницах из железа и угля, а уголь добывался в шахтах. Шахтёры же питались хлебом, а хлеб, в свою очередь, делался из воды и муки. Вода, как уже совсем несложно догадаться, добывалась в колодцах, а муку привозили с мельниц. На мельницах её делали из зерна. Зерно выращивалось в поле, а крестьянин пользовался косой, сделанной из стали. И заметьте, это мы ещё опускаем описание процесса выделки кожи для доспехов, не упоминаем добычу золота, регуляцию налогов, затор на дорогах и механику производства досок и кирпича для постройки всех нужных зданий. Рекомендуемые системные требования. Процессор 2 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 256 МБ видео, а также 3 ГБ на жёстком диске. Геймплей Settlers 2 The Awakening of Cultures базируется на концепции вторых переселенцев. То есть всё то, что нам так нравилось во второй части, теперь в современной графической упаковке и с многочисленными изменениями. И что самое главное, эти изменения ни капельки не испортили игровой процесс. Как всегда, Settlers играются на ура. Если этот сериал — ваша слабость, тогда вы точно согласитесь с нашей оценкой геймплея. 5 баллов. Внешне игра выглядит очень приятно. Впрочем, опять же, как и все предыдущие игры для своего времени. Вас ждут всё те же бесконечные человечки, дороги, товары и другие игровые объекты. За графику ставим также 5 баллов. Озвучка игры также навевает приятные воспоминания и вызывает ностальгию. Правда, мы не заметили кардинальных отличий, и поэтому поставим только 4 балла. Но это будет заслуженная оценка. Сеттлерс 2. The Awakening of Cultures. Новая игра, которая однозначно понравится всем поклонникам данного сериала. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Как обычно, новый из Теттлер сделали шаг вперёд. Игра шикарно выглядит, проста в понимании, освоении, и при этом обладает известной глубиной, присущей жанру экономических стратегий. Снова получился стопроцентный ремейк немецкой экономико-стратегической классики десятилетней давности. С новой графикой и заданиями, но со старым всем остальным. Если эта игра вас интересовала, обязательно посмотрите наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. У меня никак не получается вызвать геолога, чтобы разведать залежи полезных ископаемых. Подскажите, как мне это сделать? Отвечаем. Всё очень просто. Необходимо построить здание геолога в непосредственной близости от будущего места постройки шаг. Как только геолог заселится в свой дом, он сразу пойдёт на разведку и порадует вас своим возгласом. Юпи! Следующий вопрос. Я только начал играть, настроил кучу всего и заметил, что у меня не хватает народу, чтобы заселяться в дома. Откуда набрать новых людей? Отвечаем. Для того, чтобы у вас всегда хватало специалистов, производите рабочие инструменты, пиктограммы молотка. Тогда во всех домах всегда будет специалист, а носильщики на дорогах не закончатся никогда. Следующий вопрос. Никак не могу перебраться через ледники в первой миссии. Подскажите, как это сделать? Отвечаем. Необходимо построить специальное строение и изучить в нём специальный навык с пиктограммой видеорадара, который позволит на 10 минут расширить границы. За это время вам необходимо успеть построить опорные пункты на востоке на плодородных землях. Следующий вопрос. Как в третьей миссии перебраться на другой остров? У меня ничего не получается. Что делать? Отвечаем. Для начала нужно построить верфь на берегу. Затем построить там корабль. Далее нажать на одном из буйков иконку, обозначающую начало экспедиции. Когда корабль подплывёт к другому буйку, нужно нажать другую иконку, обозначающую строительство караульной башни. Почти год прошёл с момента релиза шутера нового поколения Crysis. И вот, 16 сентября 2008 года студия Crytek при поддержке Electronic Arts выпустила стендалон дополнение Crysis Warhead. В игре нам предлагают, что называется, взглянуть на проблему ожившего инопланетного корабля с другой стороны. Во всех смыслах. Что это значит, вы узнаете, посмотрев наш сюжет по игре Crysis Warhead. Сюжет Warhead стартует вместе с событиями оригинального Crysis, но быстро сворачивает в другую сторону. Главный герой — нескучный отличник Номад, а Майкл Сайкс, он же психа. Согласно оригиналу, Сайкс получал от руководства кое-какое смутное задание. Не то перехватить корейский конвой, не то отследить какой-то груз, после чего благополучно исчезал из игры, появляясь только в финальном акте и заявляя что-то вроде «Ты не поверишь, что я пережил за последние несколько часов». Warhead посвящена этим самым часам. Системные требования к игре следующие. Процессор на частоте 3 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти, 512 МБ видео и 8 ГБ на Минчестере. Warhead показывает свои зубы сразу во второй миссии. Она стартует на таких скоростях, что привычные Крайзи с рефлексой необходимо сразу запускать в турборежиме. Раз, и вы сопровождаете транспортное средство, попутно прыгая из броневика в джип, из джипа в грузовик, а из грузовика в кусты. Два, пилотируемый вашим приятелем Витол получает ракету и, ломая пальмы, терпит крушение. Три, Сайкс, наплевав на все директивы, отправляется спасать пилота. Четыре, и над вашей головой прилетают один за другим два истребителя и скрываются за горизонтом. Пять, в составе хромоногих пассажиров, сбитого Витола, вы защищаете пилота и благополучно машете спасенным друзьям рукой. Наша оценка геймплея — 5 баллов. На вопрос, как это выглядит, можно смело отвечать. Очень круто! Помимо оптимизации кода, Crytek также перебрали по косточкам практически все исходники Crysis. Каждая текстура, каждый элемент из оригинальной игры был или заменен, или переработан тем или иным образом. Наша оценка графического оформления — 5 баллов. Звук в игре, естественно, также на высоте. Плейлист полностью обновлен, а спецэффекты в оригинальной версии игры были оточены до блеска. Одним словом, 5 баллов получает Crysis Warhead за звук. По первым ощущениям Warhead — это Crysis, поданные под давлением. Тут тоже можно скатиться на пятой точке с горы, а потом продираться к месту действия через тропические лопухи. Разница в том, что вокруг вас постоянно что-то происходит. Срабатывают или скрипты, или искусственный интеллект, или сэндбокс. 5 баллов получает сегодня Crysis Warhead. Доработанный движок CryEngine 2 дает о себе знать. Игра стала менее требовательной к железу, однако ряд глюков все равно остался. Будем надеяться, разработчики это в скорости исправят с соответствующими патчами. Не лишним будет отметить тот факт, что Crysis Warhead, хоть и позиционируется как отдельный от оригинального Crysis проект, все же остается дополнением. Что касается настоящего Crysis 2, девелоперы пока что хранят гробовое молчание. А теперь мы ответим на ваши вопросы и дадим советы по прохождению игры Crysis Warhead. Первый вопрос. А есть ли в игре ранее невиданные особенности, или же это обычный взгляд со стороны? Отвечаем. Конечно они есть. В первую очередь это связано с динамикой геймплея. Особенно остро это чувствуется, когда в одной из миссий вы обживаетесь апгрейдом для нано-костюма, и у вас появляются новые способности. Все это в корне меняет игровой процесс. Как уже говорилось ранее, Warhead, в отличие от оригинала, на порядок быстрее и энергичнее. Следующий вопрос. Встречу ли я в игре Номада, героя первой части Crysis? Отвечаем. Да, встретите. Но это будет скорее дань оригиналу, нежели важный сюжетный элемент. Номада можно увидеть в самой первой заставке и ближе к финалу, когда пути Номада и психа пересекутся. Впрочем, эту историческую теперь уже встречу мы имели счастье наблюдать год назад. Рады были помочь вам в прохождении игр. Меня зовут Влад Лехов. Это был Фак. Совсем скоро мы снова увидимся. А до этого заходите в форум на сайте muzdefistv.ru Присылайте мне свои вопросы на адрес faqsobaka muzdefistv.ru Мы обязательно все посмотрим и ответим на ваши письма. А теперь, внимание! Канал Муз ТВ и программа Фак объявляет конкурс на должность ведущего. Мы все еще ждем ваших писем. Если вы молоды, красивы, талантливы, учитесь в институте и разбираетесь в компьютерной индустрии, то отправляйте свои резюме на нашу электронную почту faqsobaka muzdefistv.ru Тема – конкурс. Не забудьте про фотографии. Без них письма рассматриваться не будут. До скорого! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...